Сегодня я хочу поговорить о том, почему модельный бизнес в данный момент переживает какой-то своеобразный кризис. Сейчас не так шумно мелькают модели по телеканалам, им хватает инстаграма и своих каналов, своих лент новостейных, которых они ведут, сори, которые. И понимаете, что происходит? Я о том, что это будет происходить, поняла, наверное, году в 13-м, в связи с чем у меня вообще разыгралась бурная депрессия, то есть увидела будущее и поняла вообще, к чему все идет. Смотрите, что получается, то есть когда вы новый агент, когда вы только открылись, в каждой вы видите звезду, значит, каждую настроено отправить, тут как тут корейцы. Они таких любят, значит, они таких выщелкивают, они под это дело вам подсовывают контракты, ну, такие, знаете, нормальный контракт вроде бы, но там есть такая строчка, что типа вот если модель там не 15 тысяч долларов заработала, а 499, вернее, не 15 тысяч долларов заработала, а 14999.9. И еще раз точка 9, значит, они вам ничего не должны. Корейцы любят такие контракты, они считают всех идиотами, как раз именно по этой причине, потому что в момент подсовывания они говорят, ой, ну что, ваша девочка такая хорошая, она не 14 заработает, там, не 15, она там, блин, все 150 заработает, то есть вообще не парьтесь. Ну, это менталитет нации. Те русские, которые как бы жили и работали в Корее, они прекрасно знают, что сейчас ничего не наговаривают. То есть основная масса работает именно так и именно так, надеются, что модельные агентства никогда не закончатся, что это вот как бы навсегда, что русские мобильные агентства, которые открываются, как такой вот колондайк, да, красоты и лохотронства, значит, можно и девочек обманывать, и агентов можно обманывать, и что это никогда не кончится. На самом деле, как бы у меня сразу, изначально, когда я маленько стала хотя бы в этом разбираться совсем чуть-чуть, у меня появилась такая мысль, что как бы нужно все моменты фиксировать, то есть нужно фиксировать имена директоров, их изображения, их сайты, потому что просто сайт, они просто название поменяют, они будут там не ты модель, а мы модели, и все, и вы их там не вычислите. Здесь именно очень важно, кто босс, знать, а когда ты уже начинаешь конкретно корейцев спрашивать, а кто у вас босс? Они говорят, мистер Джиди, я говорю, а что он Джиди, это у него вот в паспорте написано, или как-то у него все-таки корейское это имя другое? Здесь нужно очень четко знать, что там распространено имя Майкл Ким, и существует так, ну это как, не знаю, там Питя Иванов, да, вот, ну, в России. Поэтому думать, что как бы, ну, на всю карьеру один Майкл Ким не надо, но на самом деле я не думаю, что в моделинге там 300 Майклов Кимов. Этот человек кидает, он кидает вообще 100%, с этим все сталкивались, и контракты эти присылали, и нам, и на Украину, и как раз то, что мы общаемся с Украиной достаточно плотно, это стало известно. Поэтому, как бы, скорее, один единственный вариант, на зарплату все, вот даже не у Фейс, на зарплату все, не колышет, потому что они во всех остальных случаях разведут вас и оставят вас без денег. Если вам это интересно, я обязательно укажу ссылки, где можно пройти, посмотреть вообще подробности вот этих корейских разводов. Когда они берут девочку несовершенную или летнюю, и говорят, ну, вот ты отработала контракт, тут вот еще одна работка тебе светит, зайка, а ты давай-ка это. Ну, вот, в частности, вот про Лилю Дикареву у меня будет рассказ, такая хорошая девочка, значит, сбежала из Питера, в Москву сбежала. И, как бы, да, она поехала от меня на зарплату, но, как бы, дурость Лилю заключалась в том, что она, приехав в модельную квартиру, объявила во всеуслышание, что вот здесь все лохушки, а у меня-то крутой агент, я-то на зарплату в отличие от вас приехала. Все работы будут мне в первую очередь. Вот. Отчего у агента на ближайшие 90 дней вообще исчез аппетит сон, и она мне потом это высказала? Ну, то есть, это говорит о глупости. И, когда Лиля возвращалась, она им подложила, естественно, свинью, подложить, агент свинью модели может вообще в легкую, модель даже вообще ничего не поймет. Но это была реально месть. Когда вот ей сказали, что ты будешь работать, значит, вот стоять в витрине магазина, и, значит, раздеваться, одеваться там в новой коллекции. Ну, девочка, естественно, сказала, я этого сделать не буду. Вот, насколько мне известно, что из Иркутского модельного агентства девочка была, она как бы согласилась на такую работу. Ну, может быть, ей лет было больше, может быть, она реально поняла, что если она этого не сделает, то она вообще ничего не получит. Я агенту написала, ну, мне агент говорит, ну, вы там повлияйте, да, как-то на свою девочку, чтобы она эту работу сделала. Я говорю, ну, вы бы уже тогда просили стриптизер для такой работы, а не модели. Я говорю, девочка, во-первых, несовершеннолетняя, да, не имею права требовать с нее этого. Просто не имею права, и все. От слова вообще. От слова вообще. Вот, ну, и как бы у китайцев тоже такая какая-то слепая уверенность, что все дебилы вокруг, что тоже красавицы никогда не закончатся, что на смену старым агентам придут новые. Ну, я что-то как-то смотрю, не особо новые уже бегут, и я сделала все для того, чтобы они не бежали, потому что изначально, вот, в самом начале карьеры, кого интересуют эти вопросы, они будут находить мой канал, и они смогут конкретно все узнавать. Вот, все узнавать касаемо того, что их может ждать, вот, именно в сотрудничестве. Это тоже своеобразная такая месть, потому что, когда они кидают, они уверены, что, ну, об этом вообще просто никто и никогда ничего не узнает. Потому что, ну, первая, да, задача, например, там, я не знаю, изнасилованные, да, женщины, большинство просто не подает ничего, потому что, ну, их опустили, там, унизили их достоинства, и т.д. и т.п. Кидало в моделинге, когда вас разводят и кидают, там, на десятки тысяч долларов, это тоже своеобразное изнасилование, только моральное. Вот, если вы готовы, если у вас есть рычаги бороться, вот, у меня, в частности, с Японией были рычаги бороться, и мы через, наверное, полгода, как девочка уехала, при том, что агентство стремилось к закрытию, это была Форза, то, что высокие агентства такое было, они кинули и нас, и Украину, и Питер они кинули, и кинули они Москву, но в отличие от всех этих людей, да, которых я перечислила, у меня был там представитель официальный. И, когда у меня девочки туда поехали, я, как бы, всем говорила, ну, я спокойна, потому что у меня есть официальный представитель, вот, причем который говорит по-японски, у которого связи и т.д. Вот, они были к этому не готовы, и когда действительно вопрос стал ребром, когда им позвонил настоящий японец в жесткой форме, сразу в течение дня они нам все отправили, когда я помаячивала всем ребятам, которые говорят, а мы, мам, без посредников, все нормально, эту работу должны, как бы, агенты сделать, ну, вот такие молодцы, мы, там, экономим 10% и тра-та-та. Вот, а на самом деле, как бы, в азиатских странах, если у вас есть представители там, или люди, которые хотя бы понимают, да, что к чему, тогда, ну, как бы, можно работать. А если у вас нет таких представителей, гарантия, что вас могут кинуть 99,9, то есть это сугубо, бывает. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...